Теперь обо всем подробнее. 105 лет со дня рождения Валентина Глушко отмечают в Энергомаше. Идеи основоположника отечественного жидкостного ракетного двигателя строения продолжают жить в аппаратах, создаваемых на предприятии. Глушко стоял у истоков создания научно-производственного объединения. На торжественном митинге, посвященном юбилею, побывала Юлия Арианина. Более 60 лет назад пришел на Энергомаш Леонид Стернин. Спустя месяц работы молодой специалист встретился с руководителем предприятия Валентином Глушко. В его профессионализме сомнений не возникало никогда. Оставил он в памяти подчиненных приятные воспоминания о себе и как о человеке. Все женщины считали, что он у нас самый красивый мужчина. А он действительно очень умный человек. Помню, как мы с ним в поезде ехали, играли в преферанс. Он моментально соображал, запоминал карты. И это, так сказать, на меня произвело тоже большое впечатление. Кто выигрывал? Ну, я, конечно, проиграл после этого. Но он деньги не стал брать. Валентин Глушко был автором более 250 научных публикаций. На двигателем РД-170 академик работал почти 15 лет. РД-171 — модификация его детище для ракетно-космического комплекса «Зенит». В честь одного из пионеров космической техники решением 22-й Генеральной ассамблеи Международного астрономического союза в 1994 году был назван кратер на Луне. Его диаметр — 43 километра. Двигатель РД-171 актуален и востребован и по сей день. На его основе создаются аппараты, которые у нас покупают американцы. Кстати, накануне дня рождения Валентина Глушко с помощью этого двигателя с «Быконура» был успешно совершен запуск ракеты-носителя «Зенит». Предприятие динамично развивается. На работу охотно идет молодежь. Три года назад объем выручки был 1 миллиард 700 миллионов рублей. Сегодня эта цифра выросла до 7 миллиардов. «При этом нельзя смотреть только на объемы выручки. Надо смотреть и на те программы, которые реализуют предприятия. То есть это социальные программы, это вот мы реализовали добровольное медицинское страхование, это рост заработной платы на 40% у нас произошел». В честь круглой даты со дня рождения отца основателя «Энергомашина» территории предприятия около памятника «Глушко» организовали торжественный митинг. Поздравить последователей Валентина Петровича приехали представители Роскосмоса, Государственной Думы и руководство области. «Мы действительно создаем такие, создали наши, прежде всего, предыдущие поколения, такие технологии, которые вот уже прошло почти 50 лет, они являются лучшими в мире. И лучшие технологии кое-где, к сожалению, еще до сих пор человечество не придумало». Глава города принес на праздник новость, приятную не только для сотрудников «Энергомаша», но и для жителей всего округа. «Документы оформлены и отправлены в правительство Московской области. Я разговаривал с Андреем Воробьевым, с правительством Московской области, где мы получим поддержку и будем двигаться дальше, и наш город, наконец, получит по праву статус «Нокограда». Сотрудникам предприятия вручили медали за заслуги в освоении космоса, премии по итогам года, почетные грамоты и награды. Без внимания не остался и сам виновник торжества. К памятнику Валентину Глушко возложили цветы. Юлия Арианина, Олег Мелехов, Служба новостей.